Всем добрый вечер, это первая студия. Сегодня будем говорить о прекрасном и вечном. Мой собеседник, специалист Павлодарского областного художественного музея имени Нагимбека Нурмухамедова Аубакирова Гульнара Сабитна. Гульнара Сабитна, добрый вечер. И первый вопрос такой, хотелось бы больше узнать о художественном музее, так сказать, взгляд изнутри, о его закулисье. Расскажите, пожалуйста, в целом о музее. Павлодарский областной художественный музей был основан в 1964 году. Он идет второй после Костеевского государственного музея, который находится в Алмате, и первый областной художественный музей в Казахстане. Буквально в том году нашему музею присвоено имя Нагимбека Нурмухамедова. Для тех, кто не знает, возможно, не знает Нагимбека Нурмухамедова, это наш земляк, уроженец Баянаульской области, получается, живописец, народный художник Казахстана, деятель искусств, ветеран Отечественной войны. Вот, чему мы, несомненно, рады, что именно его имя присвоено нашему музею. В нашем музее есть два зала, это большой и малый зал, лектории, где частенько проводятся лекции, для желающих, кто записывается, либо для студентов, и библиотека. В нашей библиотеке имеется 10 тысяч произведений. Чем отличается музей от художественной галереи или выставочного зала, отличается то, что у нас есть фонд. В наших фондах 6237 произведений. Это декоративно-прикладное искусство, графика, живопись, также есть театральные декоративные произведения. Получается, у вас есть большое хранилище? Верно, да. Кто работает, кто имеет доступ? Доступы у нас имеет главный хранитель фонда, хранители фонда, они уже много лет у нас работают, стаж у них более 30 лет. Специалисты с опытом, искусствоведы, они имеют полный доступ к картинам. Они буквально все знают о наших картинах, какие хранятся картины. В основном это художники Павлодара, также есть зарубежья, ближних стран СНГ, и дальних тоже есть. Можете поподробнее рассказать, что является гордостью фонда? Какие коллекции? Гордостью являются все картины в нашем фонде, являются уникальны, но особенно можно отметить, это картины Нагимбека Нурмухамедова, Айши Галимбаевой, это первая художница-женщина получается в нашей стране, Али Ужисопова, Батурина и многих-многих известны в наших фондах. Из Павлодарских я могу отметить, что это у Сербаи Аманжолыча Шуранова, в наших фондах также его имеются картины. Но все они по-своему уникальны. В основном у нас фонды пополнялись с 90-х годов, это дарение от художников было, либо от Союза художников со стран СНГ. К сожалению, на фонды после распада Советского Союза перестали выделяться средства на фонды. Как сейчас в данное время пополняются фонды? Только дарение от художников. То есть сами приобретать вы не можете, да? Пока нет. Нет такой возможности? Хотелось бы, потому что, конечно, нам очень приятно, когда нам дарят, но есть такие картины, где хотелось бы закупаться, конечно, приобретать эти картины. Но такой пока нет. А как часто дарят? Ну, после, скажем так, после каждой выставки художника бывает, что ну не так, одна-две как бы. Раньше это больше было, конечно. То есть с этим сейчас уже проблема, да? Да, да, да. Скажите, каким был этот год? Сколько было у вас экспозиций? Где-то было 500 экспозиций, 50 экскурсий. Там были различные выезды. Выезды в Байнаулов, в Шалдай, в Экибастуз. Было 5 пленеров, где художники проводили пленеры. Они обучали желающих, там с других городов было. Были дети, это было в Байнауле. Получается, дети, которые учатся в других городах, в художественной школе, кто ходил, и прям где природа, очень было красиво, конечно. Это вы каждый год проводите, да? Да. Выездные выставки, да, каждый год. Вы организаторами являетесь, да? Да, несомненно, да, мы организаторами. Мы собираем картины, бывает, что вывозим, но не все разрешены картины вывозить, определенные. Либо там на месте художники уже рисуют картины сразу, 2-3 картины. Вот буквально мы ездили в Турайгыр, было 130-летие султана Махмуда Турайгырова, и мы ездили как бы в командировки, художники с нами ездили. Мы рисовали, прям там же было где-то 7-8 художников, и они там же рисовали картины, и мы выставляли. Там же на месте, да? Там же на месте. С собой не возили? С собой нет, не возили. Там же на месте рисовали все. Очень, конечно. В горобах было. Насколько количество экспозиций в этом году увеличилось, или наоборот, по сравнению с прошлым годом, меньше стало? Нет, они увеличиваются. Каждым годом вы увеличиваете? Да, да, в каждом году. Сейчас я затрудняюсь, конечно, ответить. Ну, примерно там, ну, 100, может быть, экспозиции, вот так вот. Плюс, плюс, минус, где-то так. С кем сотрудничает художественный музей? Сотрудничаем с разными музеями других городов. Это национальный музей в городе Астана, музей имени Абая, который находится в семье и в Таразе. Мы вот сотрудничали, соглашаем, потом меморандум у нас идет. Также меморандум заключали, вот в этом году мы шалдаем. Обмен картинами, выставками. Вот так, тоже были выездные выставки, также там художники и рисовали картины. Вообще художественный музей в каждом городе есть? В областном центре, по крайней мере? Есть искусство, изобразительное искусство музея. Ну, сейчас они стали больше, но начало это вот у нас, областной художественный музей, именно у нас. Ну и самый большой фонд, наверное, как у первого практически музея, да? Да, да, да. У нас где-то в фонде хранятся 6237 произведений. Один из больших фондов, после Костеева, после Алматинского. Гордость берет за вас. Да. Скажите, как идет оцифровка документов сейчас? Вот как вообще создаются виртуальные экскурсии? Оцифровка у нас, мы каждый раз, когда у нас будет выставка, например, будет, первая выставка, например, мы даем информацию в Инстаграм. Также есть у нас вся информация на сайте, такой оцифровки, скажем так, в ближайшее время нет, потому что у нас каждые 2-3 недели меняются экспозиции. Поэтому у нас была вот выставка Ансаган Мустафы. Можно было подойти к ее картинам через QR-код и как бы посмотреть описание. Информацию? Информацию, да, по картине узнать? Да, да, да. А виртуальные экскурсии пользуются спросом? Ну, виртуальные экскурсии как бы... Ну вот во время ковида они же ввели время, стали тогда вынуждены проводить такие экскурсии? Вынуждены, да, проводили экскурсии. Онлайн были экскурсии у нас, то есть мы также сидели по телевидению, в масках было так, проводили, да, было такое. Но, скажем так, не всегда во время ковида это было. А сейчас есть вообще спрос на виртуальные экскурсии? Нет, особо нет. Больше, конечно, вживую хотят больше как бы почувствовать вот это, войти в эту атмосферу, почувствовать запах краски, как говорят некоторые ценители, увидеть своими глазами, почувствовать, побывать в этой атмосфере, конечно, здорово. В данное время какая у вас проходит сейчас экспозиция? Да, сейчас у нас идет экспозиция из фондов музея, ближайшая состоится из союз художников, полностью малый зал будет, выставка Мартынцева. Ну вот это все в лектории, все у нас мало, только вот три зала, к сожалению. Для нас это, конечно, проблема такая, номер один, можно сказать. Хотелось бы нам отдельно стоящее здание, это уже как всеобщая мечта наших сотрудников стала. Отдельно стоящее здание, для тех, кто не знает, то, что наш музей находится по адресу 244-1, находится в жилом доме, получается. Из-за этого бывают проблемы, да? Ну да, да. Потому что бывает, что и свет там отключат, или, не дай бог, конечно, поток будет, или еще что-то. Хотим, конечно, отдельное здание желательно, чтобы было несколько залов, минимум пять, чтобы в одном зале были именно картины Нагимбека Нурмухамедова, так как мы являемся. Носим его имя. То есть это такая постоянная экспозиция. Постоянная, чтобы, да, 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 потому что нам из-за этого приходится менять часто картины. Хотелось бы, чтобы, и тогда, если будет один зал полностью Нагимбек Нурмухамедова, тогда и будет оцифрование. То есть это проблема номер один, это вам нужно новое помещение? Да, новое. Еще какие проблемы есть? Ну, так каковых больше нету, больше посещаемости, конечно. В основном много посещаемости, это каникулярное время, когда лагерь, дети ходят. Как раз хотела спросить, кто ваши посетители? В основном это взрослые, пенсионеры, дети, школьники, студенты и люди с ограниченными возможностями. Очень хотим, чтобы было больше посетителей. У нас вход всего лишь 200 тенгет для взрослых, 100 тенгет для пенсионеров и 50 тенгет для детей. Так что всех ждем любителей искусств. Какую работу вы проводите, чтобы стало больше посетителей, чтобы искусство все-таки больше привлекало людей? Мы работаем в Инстаграме, получается. Делаем выставки, план делаем работ, какие будут работы, допустим. Выставляем также в ТикТоке, ну, всеобщее, чтобы рекламы делали. Обычно у нас в ночь музея большой ажиотаж, вход свободный для всех. Наверное, в праздничные дни, да? В праздничные дни, да, да, да. Вот что нужно делать, чтобы больше молодежи приходило к вам? В основном мы договариваемся со школами, с университетами, чтобы приглашали, приходили преподаватели со своими студентами. Договариваемся, создаем меморандум между ними. В школы не выезжаете? В школы девочки выезжают, да, в основном. Ну, не так часто, в основном, в детские сады выезжали. Желательно, чтобы к нам приходили, конечно. Но в школы к нам приходят, вот, когда каникулы, в основном. Когда готовилась к эфиру, знаю, что вы выпускаете каталоги, да? Да, верно. Даже вот с собой сегодня принесли, вот расскажите о них, пожалуйста. Вот, в этом году мы выпустили несколько каталогов. Один из первых – это вот Нагимбекна Мухаммеда. Здесь о всех его картинах, получается, какие есть, какие у нас есть, его биография, да, вот все. Вот эти все картины у нас находятся в музее. Вот, также это Леонид Леонтьев и Ольга Кужеленко. Также все о них, на трех языках, получается, здесь вот такие вот. Это тоже все у нас в фондах наших музеев находятся. Али Жусупов, вот это наша гордость, можно сказать. Али Жусупов, Айша Голымбаева, Нагимбекна Мухаммедов. Все эти каталоги можно у вас приобрести, да? Да. Правильно я понимаю? Да. Можно приобрести, ну, мы вам дарим, можно сказать, каталоги. Спасибо большое. А в работе какие-то сейчас есть еще каталоги? В работе. Какие вы планируете, да? Планируем, когда будет юбилейная выставка наших авторов ближайшая. На следующий год мы планируем, у нас будет 60 лет нашему музею и 100-летие со дня рождения Нагимбекна Мухаммедова. Следующий год юбилейный у вас. Да, юбилейный. Какие подготовительные мероприятия уже идут? Вот. Мы готовимся, у нас будет большой пленэр, выездной в Байнаул, на его родину, поездка в Байнаул. Ну, летом, скорее всего, да? Да, летом, летом. Ждем гостей с Алматы. Должна его дочь приехать, Мара Нагимбекова, Нагимбекова. Вот. Ждем, думаю, что будет такое значимое событие в нашем музее. Как вообще взаимодействуете с другими музеями, может быть, с другими странами? С другими музеями мы, например, они приглашают нас, наших сотрудников, в Костеевские чтения, например, в Алматы. Наши сотрудники ездят, повышают квалификацию, слушают, как будто так. Сотрудничество есть. Либо мы, у нас бывает такой мемборандум соглашаем, что мы везем свои картины туда. Где-то 30-40 работ. Там они бывают месяц. Недавно вот ездили с нашими картинами сотрудники Тарас. Это, наверное, нелегко повести картины, да? Это же, наверное, тоже определенно запаковать, какой-то определенный температурный режим. Как вы это делаете? Расскажите немного. У нас, да, занимаются специалисты, упаковывают специальной бумагой, вкладывают их, получается, в коробки. Что это очень ценный груз. Ценный груз, да, да, да. Все записывают акты, какие именно картины, какого размера и так далее. Смотрим, нету осколков. И потом, ну, конечно, да. Транспортируете чем-то? Транспортом, да, поездом. Либо транспортом бывает, либо поездом. А вот ближние зарубежные нет, не выезжали иногда? С картинами, вы имеете в виду, в Россию, да, давно не выезжали. Такого пока нет. Да, пока такого нет. Скажите немного о сотрудниках музея. Кто у вас работает? Работают в основном специалисты, которые закончили искусствоведение, культурологию. К сожалению, вот мы недавно были прям в поисках сотрудников на государственном языке. Многих, конечно, не устраивает заработная плата. И была текучка, честно сказать. То есть с кадрами тоже проблема есть? Ну, да, была проблема такая. Сейчас я думаю, что все нормально, мы нашли нужных сотрудников. Желательно, конечно, повторюсь, искусствоведение, чтобы у них была специальность и культурология. Ну, где готовят? У нас в Павадаре готовят специалистов? У нас в университете Турайгырова есть специальность культурология. Приходят вам с книги после окончания? Да, да. У нас одна девочка вот работает, курсовод. Сразу после, получается, как закончил университет, она вот по рекомендации сюда пришла к нам. Очень нравится, да, ее работа. Так желательно, конечно, на государственном языке, потому что у нас все. У нас больше много документации в основном. Планы, отчеты. Расскажите немного о хранилище, чтобы наши телезрители могли представить, что собой представляет хранилище. У нас большое есть хранилище, туда вот только главный хранитель, хранитель фондов могут, доступ имеют. Там очень много картин, живописи, графики. Ну, как это хранится все? Хранятся на специальных полках. До потолка, получается, у нас где-то около 4 метров потолок. То есть, высокие у вас там, да? Высокие, да, да. Высокие потолки? Да. Ну, как бы на стремянку, чтобы залезть, достать там картины у нас. И у нас она как книжка идет. Вот такие большие, я даже не знаю, выдвижные, как книжка, вот так вот листаем. Ну, главный хранитель, где что знает любую картину, где что находится. Температура какая? Температура в среднем, ну, где-то 20. Комнатная обычная температура. Обычная температура? Да, обычная температура комнатная. Ну, поэтому мы очень боимся за свои фонды. И даже когда на улице непогода, скажем так, сразу в первую очередь мы проверяем фонды, чтобы нигде не затопило, ничего не было и так далее. Поэтому это вот тоже неудобно, что в жилом доме, да? Да, да, поэтому неудобно. Что есть постоянный риск. Да, да, вот поэтому для нас это прям проблема номер один, повторюсь, вот желательно отдельно стоящее здание не только для залов, да, для экспозиции, а вот именно для фондов наших. Есть какие-то у вас обучающие кружки, может быть, по живописи, какая-то школа живописи? Да, есть у нас, бывает, проводят тренинги, либо мастер-классы, сами художники проводят. Не все, конечно, но мастер-классы в основном это для деток, ну и взрослые тоже могут, определенные они записываются, говорят, вот, или сами записывают и говорят, мы хотим вот в эту субботу, допустим, провести мастер-классы, свободен ли малый зал? Все, пожалуйста, мы для этого все приготовлены, это столы, стулья. То есть это не на постоянной основе, да? Нет, это не на постоянной основе. Постоянной школы такой нет? Нет, постоянно школы нет. Как идет сотрудничество вот с нашей художественной школой? Художественной школой, они выставляли... С юными художниками? Да, они выставляют, бывает, конкурсы проводятся, они выставляли у нас картины свои. Ну, как бы, у них конкурс идет, например, они обучаются, потом говорят им, когда будет конкурс, и выставляются в нашем музее. Я знаю, что у вас есть возможность выставляться и непрофессиональным же художником. Да, да, верно, да. Вот у нас была выставка недавно Светланы Кравченко, они Малевичи, там, можно сказать, любители искусства, любители, кто любит живопись. И очень-очень здорово получилось к нам, нас посещал Асаин Вайхан в нашей Кимобласти, ему очень понравились эти картины, даже одну из них он приобрел, скажем так. Такие экспозиции на постоянной основе проходили, именно вот любителей? Любители, ну, мы только за, если нам скажут, то, пожалуйста. В этом году было первый раз, да? Можно сказать, да, в этом году было первый раз открытие, да, любителей. Сначала не обязательно было. Светлана Кравченко, ну, как бы, вот она сказала, вот у меня есть какие-то вот картины, любители, вот у нее своя студия есть, не Малевичи. Мы сказали, мы сказали, мы только за, все мы обговорили, получается, с нашим управлением, и все это воплотилось. Я благодарю вас за интервью, побольше вам экспозиции, побольше посетителей, чтобы наш музей процветал, наш эфир подошел к концу, встретимся на телеканале Иртас. Продолжение следует...